Привет, друзья! Хочу сегодня с вами поделиться таким делом, как транспортировка маточников. Буквально пару дней назад ко мне звонил мой товарищ, и у него стоял такой вопрос, как более безопасно перевезти маточники на выходе от мотковода к себе домой. Я ему подсказал, как можно сделать, как у меня, и хочу это сподвигло снять этот ролик, чтобы, возможно, многие не знают, можно многим пригодиться, показать это видео и рассказать вам, как это можно сделать. Для транспортировки маточников люди используют разные боксы, есть транспортируют на привывочных планках, рамках и так далее. Как маточники на выходе, они, по сути, не боятся, как бы, зрелые маточники, не боятся уже ничего, там, тряски и всё такое. Но для нашего, как бы, дела, когда мы платим деньги, или продаём, или покупаем маточники, нам хочется, чтобы было меньше потерь и минимизировать риск, как бы, потерь маточников, маток. У себя на пасеке, при меня, у меня есть вот такой бокс. Это спинопласта бокс. Что я с ним сделал? Ничего сложного здесь нету. Здесь будет пенопласт толщину, я не знаю, 50 мм, где-то так. Есть здесь горячим металлом выжиг, накалил и выжиг вот такие отверстия. Здесь, в этой коробочке у меня вмещается 49 маточников. И, как бы, ничего сложного, но очень, как бы, полезное приспособление для перевозки маточников, для перевозки, для раздачи маточников у себя на пасеке. Я, допустим, пользуюсь практически таким боксом, но маточники скидываю, они у меня лежат, боком, как угодно. Но для транспортировки это очень неплохой вариант, так как пенопласт, он в жару не даёт перегреться маточникам, а в холод он не даёт им, как бы, остужаться. Он тёплый и держит тепло, он работает как термин. Здесь я вот выжиг вот такие, как бы, ямочки, можно сказать. Сюда идеально входят наши маточники, то есть они примерно чуть-чуть большего диаметра я сделал, чтобы без всякого ущерба для маточника он сюда смело вставлялся. Он вставляется сюда хорошо, крепко, как, допустим, с джентером маточники можно сюда вставить куда угодно, как это просто мисочка, как обычные мисочки, маточники с восковые. То есть, чем хорошо? То, что мы, во-первых, вставляем сюда маточник, он у нас в вертикальном положении, матка в вертикальном положении, и очень удобно то, что она, маточники, как бы, хорошо зафиксированы, и когда мы переезжаем с перевоза маточники, они хорошо, крепко держатся, они не болтаются, они не трясутся, и в то же время защищены от перегрева или от охлаждения. Как бы ничего сложного, обычный такой, как бы, пенопласт, и очень удобно накрыть или полотенцем, или вот у меня есть крышка точно такая же, я сделал вот так, чтобы закрывалась крышка, чтобы она не сползала, сделал такие, как бы, штыречки, ну, они фиксируют крышку, чтобы ветром не улетало, и меньше. И, в принципе, вот в таком положении можно перевозить маточники. Я сделал для себя тут на 50 штук, 49, можно сделать больше, можно сделать меньше, и очень удобно и практически безопасно можно перевести маточники с одной пасеки на другую. Вот я хотел поделиться, как можно, как бы, быстро сделать что-нибудь подобное в этом плане. И я думаю, что люди, которые транспортируют даже на длинные расстояния, допустим, продажа маточников на длинные расстояния, их точно так же можно, маточники, повставлять в эти отверстия, хорошо пенопластом сверху, ну, вот как у меня, например, можно не так, как у меня, можно по-другому накрыть это все дело, и оно зафиксируется, маточники не будут ни подпрыгивать, ничего, закрыть, обмотать и там скотчем, чтобы крышка не слетела, и точно так же отправить хоть поездом, хоть машиной, хоть, допустим, транспортной компанией, если это недолго. Ничего страшного не будет этим маточникам, если они зрелые. То есть, вот такой у нас получился инвентарь, вот такой у нас получился ролик с маточниками. Я думаю, что многим, которые этот вопрос стоял, этот ролик будет полезный, если не полезный, то как бы такое дело. Я, в принципе, продажей маточников сильно не занимаюсь, но даже у себя на пасеке очень удобно, когда привывочную рамку разобрал, маточники поставлял, и при раздаче с нуклеуса, в нуклеусы просто ходишь, на них ни солнце не светит, на них ни ветер не дует, ни дождь, еще если даже идет какой-то дождик, открыл, забрал маточник, подставил семью. Точно так же они хорошо вставляются, то есть без всяких травмирований маточников и самих маток. Вот что я вам хотел показать. Если вам пригодится такое приспособление, как спинопласт, я буду очень рад. Буду рад вашим комментариям почитать, что вы думаете. Возможно, кто-то перевозит маточники по-другому. Буду рад видеть ваши лайки. Ну и буду рад видеть новых подписчиков у себя на канале. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался на мой канал еще. Ждите новых видео, следите за новостями. Ну и с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok